МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Деревня стоит на берегу прекраснейшей реки Птич. И Птич, вот именно в этом месте, вы когда ехали, вы видели, что она делает очень много изгибов. Изгибы образовывали своеобразные луковины. Возможно, поэтому и название лука, и быстрее всего, что это так. Лука вот от этих красивых луковин, которые образовывала река Птич, образовывает и сейчас. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Деревня прекрасная только потому, что она самобытная, старожитная. Деревня уже более ста лет. И надо сказать, что все, кто здесь родился, они не прерывают связь с нашей деревенькой, несмотря на то, что уже, конечно, давно не то, что было когда-то. Когда-то, в 1940-41 году, наша деревня насчитывала 84 домовладения и проживало здесь 350 человек. А сегодня, к большому сожалению, здесь зарегистрировано и постоянно проживает лишь 15. И тем не менее, вот эти 15 человек, они стараются поддерживать красоту нашей деревни. Мы дачники. Это домик нашего свекра. Мы сюда приехали, потому что в городе как-то немножко неудобно, а здесь все-таки свежий воздух. Вот с двумя детками, Ванечке нашему 5 лет и доченька наша Софьюшка сейчас отдыхает, ей вот годик и пять. Очень здесь рада она, все новое, все интересное, свежий воздух, собака ее любимая. В общем, мы тут отдыхаем и душой, и телом. То, что ценим мы, да, это тишина в первую очередь. Здесь очень хорошо, здесь уютно. Здесь живут, ну, можно сказать, считанные люди, да, но за счет этого вот сюда мы и переезжаем, чтобы отдохнуть от города, от суеты. Прекрасный лес, множество грибов, ягод. То есть, ну, все чудесно, все прекрасно. Ах, любимая собачка чувствуется. Да, это вообще папина любимец. Папа ее подобрал на улицу и перевел нам домой. Ваня, как тебе живется в этой деревне? Ну, нормально. Потому что тут Жулька моя любимая собака. Еще я люблю кататься на качелях, помогать папе еще машины чинить. Сколько же тебе лет, Ваня? Пять. Расскажи, будешь ли ты жить в деревне Лука или где-то в городе? Какой у тебя план жизни? План жизни у меня купить дом. Купить дом и... Ой, то есть, хотя нет, лучше я тут буду жить, в этой деревне. За что ты ее любишь? Ну, так просто, ну, мне нравится, потому что это... Потому что мне нравится в деревне больше всего, чем в городе. Лука ваша родная, деревня ведь, да? Да, да. Совсем родная. Как говорится, здесь родились, здесь выросли. Как говорится, стали на ноги. И теперь приезжаете в этот дом с райцентра? Да, приезжаем в райцентр. Ну, в основном, как говорится, сезон. Весна и до осени. Здесь, как говорится, огород, все, вот деревья утрехи посадили. Ну, так вроде бы. Нравится вам здесь? Да, нравится, очень нравится. Природа хорошая, красивая. Рыжка хоть небольшая, но своя. Вот, это моя машина. Я отработала, 50 годов на пенсию пошла, и сразу же уволилась, и сразу в деревню утекла. Тут родители были, я тут с ними все время, тут и огород, все, я... Ну, не могу я без деревни в городе жить. Вообще без деревни, либо без своей родной руки? Родной луки. Это вообще, она просто притягивает тут, я не знаю, мне и лес тут тянет. Но я вообще ни минуты у хати не сижу, вот поела, и снова на улицу. И вот я к речке, в лес иду. Ну, вообще красота. Говорят, что вы купаетесь с апреля. Да. Что, правда? Правда. А вода холодная? Ну и что? Потихонечку обдаваться так, и позвоночник, и все вылечивается. Я вот в лес схожу, в эту ягоду, в чернику, спина болит, прихожу в речку сразу, поплаваю и все как рукой снимаю. Может, птичь она лечебная? Может быть. Субтитры создавал DimaTorzok Праздники отойдут, и будем садить помидоры. Парнички вот у нас готовые, только пленкой с пазбуном мы накрываем, рассаду высадим, картошка, морковка, ну все садим, все есть у нас свое. Как вы думаете, урожай в этом году? Хороший будет? Или все-таки после такой теплой зимы ожидаете, что что-то будет не так? Ну, хоть что-то вырасти, ну не может быть, чтобы ноль был. Вот цыбулька, видите, при морозе утрошки, ну и она отходит уже вот. О, ну что-то ж будет, ну. Эта земля, просто руки наши тянутся к земле, ну как-то не вырастить, ну. Это ж стыдно просто. Мы с детства привыкли, нас родители приучили, чтобы мы... Земля ж здоровая дае. Вот если, ну и вот без работы ходишь, как он поработал еще у него, вот это вот сегодня загончик. И сразу хорошо, и давление на месте, все, порадку. КОНЕЦ Вот мое соленье, что остались уже, ну и грибочки, все-то такое, что я закатываю. Ну раздаю так людям, потому что сама ж не паящи, все. Сока воно закрывала в этом году. У вас продовольственная безопасность обеспечена? Конечно, вот, ну все есть, картошки наварил, все соленья есть, пожалуйста, и огурчики, помидорчики, все есть. Это здоровая еда? Конечно, со своего огорода, своего леса. Привет, девочки. Привет. Давайте будем знакомиться, как вас зовут? Полина. Алина. Я хочу, чтобы скорее было лето. Новые каникулы? Да. А вы что хотите? Тоже лето, чтобы было тепло, на речку можно было ходить. Купаться? Да. Желаем вам хорошего лета. Спасибо. Привет, мастер-клубки! Привет, мастер-клубки! 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 Субтитры создавал DimaTorzok